Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самвеле Дамяне и о нескольких роликах сразу. Но первый ролик, начало, Надя, как всегда, включила режим обиженки, потому что Самвел и Коки опять приехали сытые. Они отобедали в ресторане и не хотят есть Надины разносолы. Наверное, все-таки Коки был инициатором этого всего, так как он уже ранее заявлял, что от Надиной кухни у него прорвало днище. Поэтому она как бы и расстроенная сидит, как это так, вот старалась, готовила в очередной раз и все в пустоту. Ну и дальше, ребята, меня просто ошарашил внешний вид Коки. Вот эти вот джинсики скини с дырками на коленях меня просто впечатлили. Он когда встал, вот если не показывать верхушку, ну вот женщина стоит, все в облипочку, ножки обтянула и при этом еще нам рассказали, что у него обгорели коленки. Я первый раз слышу, что вообще возможно спалить колени, но у Коки очередная трагедия – спаленные ножки. Ну и опять-таки разговоры идут по поводу того, что Пупса пора уже отправлять домой, на родину, в Днепр, потому что измотал и вымотал он сам Велку. Хочется сказать непонятно мне, как он собирается отправлять Коки обратно, ведь он все время сам утверждает, что угроза висит над Днепром и никуда она не девалась. Вот эти вот все время, а вдруг Днепр захватят? И вот интересно, как такому риску можно подвергнуть Пупса? А если он не успеет вовремя отреагировать, не сможет выехать, спасти папе, и они будут находиться в самом эпицентре и гуще событий. Я считаю, что Коки нужно как можно дольше держать возле себя. Ну а что, ребята, все равно по большому счету в Днепре он ни хрена не делает. И понятно уже по всему, что делать не он, не сам был, ничего не будут. У них есть тысяча причин, почему они ничего не делают. Но нет ни одной причины, почему это нужно сделать. И проще всего оговариваться о том, что я помогаю деньгами. Ребят, по большому счету все финансово участвуют, кто имеет эту возможность. Но только для Самвела и перед его куколками это оправдание срабатывает. Ну и дальше Коки решил выслужиться, привлечь к себе внимание любимки и предложил гречечку отведать Самвелу. И вот спрашивает Самвел, ты будешь гречечку? А мне хочется сказать, Коки, он с твоих рук что угодно будет поглощать. Поэтому смело готовь серверуй стул к вашему обеду. Ну и дальше, ребята, вклинилось ТВ. Оказывается, она очень переживает по поводу того, что у Иры все хорошо. Хорошо, что они находятся в Запорожье, а, например, не в оккупированном Мелитополе. Потому что тогда все, был бы трындец, она бы не смогла увидеть ни Иру, ни своих внучек, ни, конечно же, Родика. Можно подумать, что так. Она очень часто виделась собственной дочкой, внуками и правнуком. По большому счету, согласитесь, последний раз они виделись, по-моему, еще перед Новым Годом. И за это за все время ни разу они не встречались. И когда мама начинает играть вот такую вот заботливую маму, у которой рвется сердце, ну вот реально эта роль не ее, она ей не подходит, не может, она ее достойно сыграть. Ну и, конечно, мама вся типа в таких переживаниях, а вдруг полетят ракеты. Но Самвел ее успокоил, что ракеты могут прилететь куда угодно. Ракета цель не выбирает. Ну, по крайней мере, да, мы не знаем, куда летят эти ракеты. И вот опять-таки, если такое успокоительное должно сработать на маму, то почему это же успокоительное не сработало на тебя, и ты благополучно сдрыснул с родного города? И так он за ним типа скучает. Столько воспоминаний теплых связано с этим городом. Антиквариата, сколько брошено в квартирах, и неизвестно, что с ним будет дальше. А Самвел и дальше на пятой точке продолжает сидеть на западе Украины. И ни-ни, ногой в дне продажи упаковать собственный антиквариат. Дальше перешли, ребята, к теме того, что Эдик уже 4 месяца не получает зарплату с Ютуба. Я, честно говоря, не могу до сих пор понять, почему он ее не получает. Все блогеры из России, да, все равно как-то выкручиваются, переходят на другие банки, там, где нет санкций, которые не подсанкционны, и выводят свои средства. Ну вот реально абсолютно все. Если, да, с тебя не снята монетизация, то ты спокойно получаешь свои деньги. И только Эдик жалуется маме, что деньги снять не может. И причина, почему он не может снять, вывести собственные средства до сих пор, неизвестна. Но, опять-таки, здесь вклинилась мама в этот разговор. И такой вот, знаете, тонкий намек на большие обстоятельства, что типа, мол, Эдик, тебе Самвел предложил финансовое участие, если нужны будут деньги, обращайся. Но Эдик говорит, что нет, у брата он деньги брать не будет. Этот типа зарабатывает их своим трудом. Конечно, это серьезный труд на Ютубе с камерой бегать. Далеко не каждый с этим справится. И денег он у Самвела брать отказывается. Я думаю, что просто Эдик понимает, что если он возьмет у Самвела хоть копейку, какая обратка от этого последует. То есть, согласитесь, это реально, контент будет такой, что не захочешь и этих денег. Кстати, обычно тот, кто хочет дать, он не спрашивает. Он не предлагает, не предлагает, тем более публично на Ютубе. Он просто дает деньги. Вот как брат брату. И причем делает это так, чтобы никто об этом не знал и никто об этом не слышал. Но Самвел, конечно же, должен и на этом схайпажорить. И вот так вот выставить типа себя, да, вот таким вот хорошим благодетелем, что я протягиваю брату руку помощи, а он от нее отказывается. Ну и опять-таки, ребята, я понимаю, как ТВ уже замахала Надя. Она походу деньки пересчитывает. Я не знаю, уже, наверное, счет на часы идет на минуты, когда же Надя уедет. Но Надя так улыбается, понимаете, типа, мол, сиди старая на опе ровно, я, может быть, еще и останусь. А вообще меня поражает вот эта отмороженность. То есть, представьте, вот ты как гость сидишь, и хозяйка дома, да, в котором ты находишься, у которых ты в гостях, считает дни, когда ты свалишь. И насколько нужно быть отмороженной, какой-то отбитой, абсолютно это игнорить и переводить все на улыбку. Вот начисто у человека отсутствуют какие-то понимания о приличии. То есть, Наде абсолютно плевать, она настолько отморожена. Вот я хочу быть здесь сегодня и сейчас, и я буду. И не важно, какими способами. И не важно, что ты напрягаешь, что ты раздражаешь. Кстати, ребята, вот представьте, Надя находится постоянно на ушном. То есть, даже ТВ не может сразу вспомнить, когда она разговаривала с Эдиком. Но Надя тут как тут, на подсказке, и тут же напоминает, когда и во сколько она общалась с Эдиком. Представьте, это вот такой вот, да, реально личный надзиратель, который чуть ли ведет не хронологию событий, когда с кем, о чем ты разговариваешь. И, конечно, кидает ухо. Меня бы это однозначно напрягло. Но мама сидит, понятно, уже крепится из последних сил, ожидая Надинова отбытия. Ну и дальше, ребята, началась достаточно тяжелая тема, да, по поводу взрыва супермаркета в Кременчуге. Это ужасно. Это просто, не знаю, в моем понимании трагедия. И, к сожалению, вообще к ужасной какой-то скорби, это далеко не первая трагедия в Украине, да, которая произошла. Ну, это страшно. Это страшно, что такое происходит в 21 веке. Это просто, я не знаю, вечная память, да, людям. Пусть земля им будет пухом. Но я даже не знаю, как это все озвучить и выразить. Но больше всего в этой теме меня поразила реакция Надьи. Вы знаете, я не знаю, где она вычитывает эту информацию. Либо она хочет больше нагнать жути и трагизма. Хотя это при любом раскладе, да, независимо от того, сколько человек погибло, 200 или 20, это трагедия в любом случае. Ну, эту ситуацию, с какой стороны ни рассмотри, она в любом случае, да, повлекла потери жизни. Она повлекла ранения людей. Жизнь пошла под откос. При любом случае, не важно, сколько этих людей. Но у меня было такое ощущение, что она хочет жути нагнать именно перед Самвелом. Потому что любые наши официальные источники подтверждают количество жертв. Но людей погибло от 18 до 22 человек. Да, это на данный момент, это говорят официальные источники. Откуда у Надя цифра в 200 человек, 20 из которых погибло детей, я не знаю, что она читает. Я не знаю, где она смотрит, какие новостные паблики. Но реально, ребята, нигде не было озвучено подобной информации. Но Надя на этом не остановилась и пошла дальше вещать, что там только обслуживающего персонала, ну, то есть работников, было более тысячи. Ребята, это типичный, да, торговый центр. И я не представляю, как там может реально работать тысяча человек. Потому что он достаточно был небольшой, ну, по крайней мере, по меркам, да, крупных торговых центров он был абсолютно небольшой. И как там могло работать только тысяча человек, работников, не считая людей, которые посетили в данный момент этот супермаркет, у меня, честно говоря, в голове не укладывается. Но Наде вот нужен этот трагизм. Для чего? Для того, чтобы Самвел ее, возможно, начал упрашивать, что, мол, не уезжай, сейчас там небезопасно, оставайся рядом с нами. Ну и опять-таки в это время вклинивается в разговор мама. Надя начинает, ребята, конкретно психовать, что, мол, либо вы говорите, либо я. Почему? Потому что это на самом деле Надина время X, а тут мама со своими уточнениями и поправками. Надю это гложет, и она давай все-таки перекрикивать маму и доказывать, нести, вернее, ту информацию, которую она имеет. Ну и дальше Надя уже готова была тут же, ребята, перепрыгивать эту тему. Вы знаете, я вообще не понимаю, зачем поднимать эту тему, да, когда вот ты пытаешься из себя это все давить, когда ты рассказываешь, как это ужасно, и тут же переключаешься на тему покраснения Самвела на руке. То есть по факту это все-таки важнее. Любимый зайчик, что там с его царапиной на руке, я вообще не представляю, чтобы люди таскались вокруг мужика, бабье, да, и вот это тряслось за его царапину на руках. Что это может быть? Бешенство, не бешенство, столбняк, не столбняк. Вот эти предположения, чем это чревато. И самое, конечно, главное для Нади, чтобы ее зайчик был целеханик и, конечно, здоров. На все остальное плевать. То есть она уже готова была спрыгнуть с этой темы, но Самвел уйти от этой темы надолго и далеко ей, конечно же, не дал. То есть опять поговорили за его рану и перешли на тему войны. Ну и здесь, ребята, вклинился главный участник этого театра по поводу того, что украинцы все запомнят, никогда не простят. И посмотрим, куда вы будете бежать, когда вас украинцы будут отлавливать по всему миру. Мне интересно, кто лично будет отлавливать. Неужели Самвел пойдет в партизаны и будет лично заниматься отловом? Вы знаете, ребята, мне очень убивают вот эти громогласные заявления, когда ты не принимаешь абсолютно ни в чем никакого участия, когда ты сидишь на заднице ровно, но при этом утверждаешь, что там где-то кого-то отловят, что здесь придет вооружение, мы победим. То есть он рассказывает, понимаете, вещает уже действительно как какой-то политаналитик. Хотя при этом при всем ты ни в чем абсолютно свои руки пачкать не хочешь. Свои руки ни в чем не хочешь окунуть, никак не хочешь ничего абсолютно сделать. И вот эти вещания, что держитесь, вам прилетит. Наши вас будут везде ловить, а ты что будешь в этот момент делать? И почему должны ловить наши? Вот эту идею подаешь ты на своем примере и покажи, докажи всем, как это должно выглядеть. А так, понимаете, это то же самое, как они там со Светой, папе, Коки, он обороняли родной Днепр. И по итогу все голопом по Европам. Папе оставили там вместе с бабушкой, Света уже в Европу чухнула в Италию. Коки сидит рядом с Самвелом и где эти герои, которые должны были ценой собственной жизни защищать любимый и родной город. И когда вот ты вот эти громогласные делаешь заявления, вас отловят и будут гнать, и посмотрите, что с вами будет, а ты что в этот момент будешь делать? То есть в моем понимании, если ты на это подстрекаешь, если ты на это подталкиваешь, то ты должен быть впереди паровоза, показывать собственным примером, что должно происходить. А так, как всегда, знаете, это называется загребать жар чужими руками. То есть это вот как провокация, да, а вот и не подеретесь, а вот вы и там, я не знаю, и не будете общаться. То есть это делается для того, чтобы в ком-то разжечь это пламя, но самому остаться, как всегда, в стороне. Ну и дальше, конечно же, понеслось, быстрее бы нам в руки дали оружие. У меня возникает вопрос, а ты лично в свои руки это оружие готовь взять? То есть ты кричишь, вот бы быстрее нам его дали. А какое твое будет участие в принятии этого оружия? Возможно, ты пойдешь в ряды ЗСУ и лично, так сказать, где-то что-то возглавишь, какую-то операцию, возьмешь в руки оружие и начнешь его применять. То есть, опять-таки, да, вот это вот быстрее бы дали оружие. А то, что там сотни тысяч людей, наших мужчин, отцов, мужей, сыновей, то есть, ребята, он спит спокойно на жопе ровно, его абсолютно ничего не трогает. Он в случае чего, да, уже сидит возле границы, ее пересек и досвидос Украина. Но то, что здесь сотни тысяч людей и то, что здесь эти люди уже по пять месяцев, которые не бывали дома, не видели своих детей, своих матерей, своих жен, его, мягко говоря, не трогают. Ему самое главное — получить оружие. Так вот, хочется увидеть, как ты его первый будешь получать. Они, опять-таки, да, вот эти крики нам дадут, мы пойдем в наступление, где лично ты пойдешь в наступление. Я хочу видеть в первых рядах тебя, папе, коте, тем более вы так хотели этого, вы кричали, что вы там будете, но до сих пор вас нет. И теперь есть, конечно же, оправдание. И глазик болит, и, я не знаю, жопа дырявая, тысячи оправданий, почему вас нет. И, конечно, одно из самых главных оправданий — вы же не специалисты. Вот там, ребята, стоят все конкретные специалисты, а все вас с папе абсолютно ничему не обучены. Но, кстати, открою вам маленькую тайну, все проходят обучение. Было бы желание у вас его пройти. Поэтому, коль вы сидите наружу пировно, то помалкивайте хотя бы за вот эти темы, придет оружие, начнутся бои, да, начнутся, продолжатся бои, и будут гибнуть люди и дальше. Потому что вот такие, как вы, этого ждете, да, и вот аплодируют в ладоши, вот оно придет, придет. Придет, конечно, рано или поздно это оружие придет. А дальше что? Кто вернет этих людей, которые погибли? Ну и здесь, ребята, вклинилась, конечно, Надя и начала утверждать, что каждое утро она благодарит Бога, чтобы до них, да, не добрались эти бомбежки. Ну вот действительно, кто о чем думает? Ну и начала кричать по поводу того, что на войну берут детей, 20-22 года, что они не знают ничего, ничего не умеют, и при этом пушечное мясо. А они должны жить. Я согласна, это молодые люди. Это вообще, это ужасно, что они гибнут, они умирают. Молодые ребята, которые должны были создать семьи, которые должны были, да, родить детей, поставить их на ноги, посадить дерево, я не знаю, построить дом. Это ужасно, что это происходит здесь и сейчас. Но когда вы знаете, я не знаю, кому она вот этот весь свой спич адресовала, рядом стоит Самвел, мужик, и который абсолютно ничего не делает, только поддакивает. Так вот, хочется спросить, если ты солендарен с Надей, почему ты до сих пор продолжаешь сидеть на западе Украины? Почему ты не поднимаешь, да, кто-то скажет, вот, он не должен этого делать, он там певец. Ребята, простите, сейчас покруче, певцы, актеры стоят в лаврах ЗСУ. Не должен, хорошо, почему он до сих пор не поднимает боевой дух? Сколько артистов, актеров, певцов сейчас ездят по военным частям и дают концерты для поднятия духа, общаются с солдатами. Но и Самвелу, конечно же, не до этого. У него же 100% уроки пения. Кстати, ребята, весь вот этот, вот эту Надину тираду по поводу Кременчуга, она пыталась, пыталась давить слезы, но они реально не пошли. Пришлось девочке работать на сухую. Ну вот здесь выдавилась в конце ролика все-таки слеза по поводу котика-ребенка, который там остался, и Надя себе никак не может найти покоя. Она каждую ночь из-за него плачет. И вот теперь ей прям пишут, ребята, вы представьте, как она шарашила маму, ей пишут по поводу того, что Надя, не едь обратно, оставайся там. То есть ТВ уже сидит, подсчитывает, когда это быстрее свалит, а тут кто-то, причем, как она сказала, не один человек, а все ей пишут оставаться у ТВ. Интересно, а ТВ они спросили, хочет ли она, чтобы оставалась Надя. Но Надя, конечно, ждет, чтобы Самвел начал ее упрашивать. Упрашивать никто, конечно, упрашивать ее не пришлось, и Самвел ей просто предложил смотаться за котиком, привезти его сюда, закрывать двери и сидеть у мамы. Я представляю шок ТВ, который она испытала при этой фразе. Но Надя все-таки решила отчалить к любимому детятке. А вообще, ребята, удивительный случай, как ты рассуждаешь о том, что там гибнут молодые ребята, здесь погибшие. А потом, как ни в чем не бывало, переключаешься опять на тему вот этих царапин. То есть, ты говоришь, знаете, вот так вот, хайпажоры, поговорили о наболевшем, поговорили о нашумевшем, Самвел там за оружие повещал. А потом, как ни в чем не бывало, подорвались и быстренько давай айда по ресторанам. И там уже улыбаются, там уже веселятся, уже забыли об этой трагедии, ее пережили. И опять-таки, ребята, вот мне пишут, да, ты поднимаешь тему, что, ну, почему Самвел ходит по ресторанам. Да, ребята, для меня это дико, для меня это жутко. Потому что, когда понимаешь, что в этот момент люди прячутся в убежищах, люди гибнут, люди получают ранения. Ну, в моем понимании, да, ну, сходил ты в ресторан, там, пригласили тебя, это такое. Ну, сходил в ресторан, посидел и все. Ну, когда ты это снимаешь, когда ты это транслируешь, вот эти ха-ха, бухло за рулем и тому подобное, поедание эти, прогулки, ну, как-то реально моторошно становится. И вот думаешь и понимаешь, что, наверное, в разных все-таки измерениях мы живем с этими людьми, с этой богемой. Потому что у них в голове покатушки, и такое ощущение, что вот они действительно считают, что война это где-то там далеко. Но здесь мы для контента о ней поговорим и о тех событиях, которые происходят в Украине. И все, до свидания. Ну, вот так, по крайней мере, для меня это выглядит. Ну, ребята, я буду заканчивать. Продолжение, конечно, следует. Всем пока, до новых встреч!